Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать про тепловой насос, который я использую как кондиционер. Когда я его покупал, я уже предвидел, что такая ситуация может быть, когда я его могу использовать для того, чтобы обогревать дом, но и как охлаждать дом. Ну вот эта ситуация пришла, сейчас на улице уже несколько недель стоит температура выше 30 градусов, и чтобы уже комфортно себя чувствовать, я тепловой насос настроил на охлаждение дома. То есть дом охлаждается через полы. Чтобы это отрегулировать, вот надо зайти в меню, ну и тут мы видим под юзера, да, вводим пароль для того, чтобы открылись какие-то дополнительные пункты в меню. Я, конечно, всю установку не буду досконально разбирать, но расскажу, каким образом основную регулировку. Чтобы произвести регулировку, у меня так само, как при обогреве, надо зайти в главную зону, найти охлаждение в зависимости от погоды, и там я установил график. То есть внизу на оси Х, там 23-35, это наружная температура, а на Y оси 22-5, это уже какую температуру он пускает у меня в охлаждение, остывает нагревательную, нагревательную, ту жидкость, которую пускают в полы. Ну, на данный момент, вот сейчас мы посмотрим, как это выглядит, все температуры. Главное дисплей, вот тут мы видим, на улице на данный момент 30 градусов, 12 градусов, это охлаждающая жидкость, которая попадает в пол. 26 градусов, это у меня стоит терморегулятор в одной комнате, но он не точный, потому что, во-первых, эту комнату я не остужаю. 44 градусов, это температура бойлера, могу сказать, то, что весь дом я холод не поддерживаю, поддерживаю только те комнаты, где я больше всего нахожусь, и где мне нужно, например, в спальне, чтобы уже нормально можно было ночью спать. Так, сейчас покажу, как это выглядит, вот у меня есть такая метеостанция, 25 градусов, это температура помещения. Вот я взял еще один термометр, 24 градусов, это у меня спальня, и тут взял несколько термометров, чтобы можно было сравнить, потому что есть у каждого термометра какая-то ошибка. Кроме этих термометров, которые я сейчас показываю, у меня есть еще терморегулятор, который я пользуюсь, чтобы отрегулировать тепло, когда обогреваю дом, чтобы не разогревал комнату больше. Вот и тут, на этом терморегуляторе видно, что 24 градусов. Это не тот терморегулятор, который связан вместе с тепловым насосом на дисплее, это совсем другой. Это я уже, наверное, другое видео делал. Но идея в чем, что на разных термометрах есть разная температура, но по-любому. Средняя температура, по ощущениям, у меня 24 градуса, это вполне хватает, чтобы нормально можно было выспаться, и чтобы жара не давила. Это вкратце было все, что я хотел рассказать, показать. Идея в чем, весь дом я не устужаю, что тепловой насос можно использовать в кондиционер через полы. Как-то странно, конечно. А, еще что я хотел сказать, что эти ощущения, когда пол холодный, когда он прохладный, нормально, но когда он холодный, тогда это не самые лучшие ощущения, когда теплый пол. Пол это хорошо, но когда холодный пол, ну, босиком, в носках, это совсем не комфортно. Ну, это, чтобы вы знали. На этом все. Кому это пригодилось, я буду рад за вас. Всем здоровья, удачи во всем. Пока.